На дачных участках вблизи Бельц разразился скандал. 40 домов остались без электричества. Муниципальное предприятие АПКанал помимо своих основных услуг поставляло в дачный поселок электроэнергию со своей насосной станцией, расположенной рядом. Будучи убыточным предприятием, руководство решило прервать с 2017 года поставку электричества, предупредив жителей за три месяца до отключения. Ирина Зубенина, директор АПКанала, рассказала, что 20 лет назад владельцы участков имели небольшие вагончики, а садовое товарищество попросило у предприятия провести им свет, чтобы они могли искать инструменты в темноте. Однако за это время вагончики превратились в огромные коттеджи с абсолютно другим потреблением электроэнергии. Вот дома Сотране, там маленькие вагончики, которые здесь по плану установлены, тех условия, на которые получены, на одну лампочку использования и подключения этих домов от насосных станций водоканала. Никакого учета этой электроэнергии абсолютно нет. То есть они подключены самовольно, без счетчиков, без оплаты, без ничего. А сколько лет они так уже подключены? Это недавно или это уже много лет? Да, это более 20 лет продолжается. Они подключены были еще в 70-х годах. Разрешили по тех условиям подключиться, чтобы горела одна лампочка у людей, чтобы могли найти лопату и освещать каким-то образом свой огород. Но 20 лет, за 20 лет выросли с вагончиков трехэтажные дома, а люди так и продолжают одной лампочкой пользоваться за счет АПО-канала. То есть АПО-канал еще и ко всем своим сложностям оплачивает электроэнергию за таких потребителей. Все долги вложатся на АПО-канал. Муниципальное предприятие, почему нет? После оповещения об отключении жители дачного поселка построили свою трансформаторную станцию и перешли на услуги поставщика электричества «Ред Норд». Однако остались и те, кто об этом не захотел услышать. Люди жалуются, что их никто не предупредил заранее, и они остались накануне праздников без света. Согласно договору, который у нас есть, заключенный, с АПО-канал, каждый мы заключили договор. Там написано, что договор прекращает свои действия. Если за месяц до этого никто не предупреждает о расслаблении договора. Письменно этот договор составлен, письменно нас никто не предупредил, что мы будем отключены от электроэнергию. Ага, письменно, а устно? А устно, ну если повесили на том стольбе какой-то, мы же заключили договорный состав. Кто прочитал, кто не прочитал, это что? А мы заключили договор с АПО-каналом. Муниципальный советник Геннадий Шмульский, являющийся также членом административного совета АПО-канал, рассказал, что из 108 домов, получавших электроэнергию с насосной станции, оплачивали ее чуть более 20 домов. Среди владельцев участков оказался и бывший директор АПО-канала, который, судя по данным журнала учета, в течение долгого времени не платил за электроэнергию. Развитие вот этих отношений наших с домовладением и родным, она начала развиваться летом этого года. Ситуация. Когда сменилось руководство на АПО-канале, и выяснилось, что садовое товарищество Ренет, оно потребляет электроэнергию насосной станции Копачанка без приборов учета. И велись переговоры с Реднордом для того, чтобы эти все домовладения были переданы Реднорду. Потому что водоканал занимается поставками воды, но не занимается поставками электроэнергию. Вот. Реднорд не мог принять их всех просто так, скажем, с баланса водоканала к себе, потому что там был, скажем так, беспорядок. Многие дома, которые там находятся, они не были сданы в эксплуатацию. У них не было технических условий, не было проектов. И поэтому люди начали это все готовить. И на это ушло, как показывает практика, очень много времени. Потому что о том, что они перейдут с... и не будет продлен контракт с 1 января с ними, было известно еще в сентябре месяце, когда всех предупредили. И с сентября месяца там люди за свой счет, насколько я знаю, начали строить свою подстанцию. И начался процесс вот этот перехода потребителей электроэнергии от водоканала на Реднорд. А сколько домовладений числится в данном поселке? И сколько получает электроэнергию от спального предупредителя? Под данным нашего учета, который вот у меня есть журнал, с января 2014 года, то есть за последние 3 года, всего в нем числится 108 домов, было подключено. 108 домов подключены? Подключены были к насосной станции Копаченко. А сколько домовладений оплачивает эту электроэнергию? Вот опять же, по данным этого регистра, платили за электроэнергию чуть больше 20 домов. То есть, когда мы услышали там интервью публики, которое вышло там 3-го ночи, потом 4-го, оно переделывалось, и сказали, что 40 домов было в течение 20 лет подключено. Вот. Поэтому мы были как бы удивлены. Если там 40 домов действительно было подключено, то пусть они дадут список этих домов, которые 20 лет пользовались, получается, электроэнергией без оплаты. И, ну, не обязательно нам. Мы могут сразу этот список придать в правоохранительные органы, пусть люди расследуют, как могло быть так, что на протяжении 20 лет дома пользовались электроэнергией, не имея на то, и не оплачивая, как бы, скажем, вообще вот эту услугу. Но у людей есть договора, и почему, которые оплачивали, тоже были отключены? Они, все эти дома, они были подключены к двум подстанциям. И выборочно нельзя было отключить. Да, там есть, опять же, те же люди, которые давали интервью публике, они сказали, что им там не хватало несколько дней для того, чтобы они могли закончить вот эти проектно-смертные документации или перейти. Но от них, нам жаль, конечно, этих людей, что они оплачивали, действительно, и плюс за свои деньги строили эти подстанции, и они не смогли закончить. Но от них не было обращения. Если бы они пришли на АПО-канал, написали на имя руководителя, что вот, мы просим вас продлить, потому что мы не успеваем в силу каких-то причин доплату гарантируем, то мы бы продлили, конечно, им еще на какое-то время. Вот. Но тут, насколько я знаю, на вчерешний день там практически все они уже подключены к Реднорду, потому что там было все готово, и эти подстанции, она уже была готова к запуску. Просто там были вот эти, я говорю, технические причины, которые, что Реднорд не хотел принимать просто на свой баланс с беспорядком документации. И они вот подчищали просто вот это. А Геннадий, а как такое вообще могло случиться, что 108 домов в течение 20 лет, из них оплачивают по списку только чуть больше 20 домов? Ну вот мы сейчас, тут есть еще, вот мы находили договора, вот скажем, как есть вот договор с устраненным директором по каналу, господином Каркаделом, который имеет договор на подставку, а его вообще в этом мы не нашли как-то в учете, что он оплачивал электроэнергию, ну по крайней мере, вот это журнал за три последних года, но нет его там. Вот. И мы хотим вообще сейчас составить письмо правоохранительные органы, потому что здесь в этих списке очень много известно, скажем так, для без людей. И не хочется сказать, что они все там не оплачивали за электроэнергию или еще что-то. Поэтому мы готовим материалы правоохранительные органы, даем всю информацию, которая у нас есть, потому что, вот, скажем, особенно в зимний период это очень чувствовалось для Капачанки. Если там потребление в течение летнего периода до 200 тысяч лей эта станция потребляет электроэнергию, то в зимний период она приходит 450 тысяч. То есть, ну, получается, что две насосные станции там и работают в зимний период и подают воду людям. Поэтому тут есть с чем разбираться, но этим должны заниматься соответствующие органы. Мы готовим сейчас письмо, предложим все контракты, что у нас есть. Вот эти журналы, учет электроэнергии. Кто платил, когда платил, по каким. И они должны, я думаю, расследовать это. Геннадий, в зимний период такое потребление может быть связано с тем, что люди просто топят электрично? Ну да, конечно. Это, скорее всего, с этим и связано, потому что на Капачанке как работал один насос на подачу воды, так он и работает. Там включается 2, 3 или 6 насосов в это время. А когда есть, вы знаете, когда есть бесконтрольность, она всегда порождает воровство. Поэтому, и, а преднорд, он сейчас принимает, он же не будет отнести те потери, которые не достигнули все эти 20 лет водоканал. Поэтому не принимают уже четко по документам их. И теперь люди будут вынуждены платить за электроэнергию в первый раз за 20 лет. Да, вот там на публике интервью давали 2 человека, я проверил. Те, которые давали интервью, они действительно платили все это время, ежемесячно платили за электроэнергию. Если у них есть, до сих пор сохраняется проблема того, что они не подключены, пусть придут, напишут гарантийное письмо, гарантию оплаты, что на неделю нужно подключить, мы им включим свет, то есть проблемы нет. Но все эти домовладения находились на двух трансформаторных станциях. Мы не могли отключать выборочно того, кто платил и того, кто не платил. Тем более, мы их предупредили не за месяц, предупредили за три месяца до того, что с 1 января не будет продлен с ними контракт. Поэтому они могут прийти, написать заявление и указать количество дней, которые им нужно. Люди на протяжении трех месяцев сбрасывались на эту подстанцию, потому что они строили ее за свои деньги. Они сдавали дома в эксплуатацию, они готовили техусловия. И эти же люди, которые говорили, что их не оповестили, в интервью публике они говорят, что вот нам осталось 2-3 дня и мы бы все закончили и сдали. Откуда они, получается, знали о том, что если их не оповестили, то зачем они тогда все это делали? Получается. Поэтому, я говорю еще раз, мне очень жаль, что попали туда люди, которые действительно ежемесячно оплачивали. Но когда из 108 домов только 20 оплачивают электроэнергии на протяжении трех лет, то нужно было принимать какие-то шаги. И эти шаги начали предприниматься опять с лет. И не начали предприниматься сейчас, вот в Новый год. А то, что 1-го числа, 2-го числа, 3-го числа, на протяжении трех дней никто из них не пришел и не написал никакое заявление о том, что извините, мы не успеваем. Дайте нам, пожалуйста, еще 2-3 дня, неделю, сколько им нужно было. Мы гарантируем оплату. Таких обращений не было, папа канал зарегистрировал. А сейчас просто эта ситуация муссируется с какой целью. То есть, если посмотреть опять же интервью у публики, они говорят, что там ряд муниципальных советников находился, потом этот ряд снижается до меня одного, что я там находился. Да, я там постоянно нахожусь с апреля месяца, потому что я являюсь членом административного совета и я постоянно там нахожусь на этом предприятии. Я знаю практически всю ситуацию, которая там происходит. И когда 3-го числа вышли вечерние новости публики в 9 часов, что мы там сидим за праздничным столом все с директором и с главным бухгалтером и празднуем непонятно что, в это время мы находились как раз на этих дачных участках с 7 до 10 вечера. И в ночное время особенно хорошо видно, какой дом, от кого подключен, где, что, как. То есть, мы были на в секторах сформаторных станций, были на насосной станции. С нами был дежурный электрик в это все время. кого-то резервно подключить. Но к нам, к сожалению, никто не вышел. Публика в 5 часов сняла вечером репортаж, передала его на Кишинев и все. Нагнали, как они умеют Санта-Барбару снимать, что есть вот такая проблема, есть злые муниципальные советники. А потом на следующий день это все подкорректировали и добавили доброго волшебника Редмор, который пришел и всех спас за одну ночь и построил там подстанцию. И потом хотят, чтобы их новости могли как-то комментировать. Муниципальное предприятие АП-канала много лет является убыточным и его основная задача это поставка воды, а не электроэнергии. По информации руководства, в дачном поселке есть те, кто попросту ворует электроэнергию, а затраты ложатся на АП-канал. В связи с чем было принято решение о прекращении поставки. Несмотря на это, предприятие готово временно возобновить подачу электричества в дома, оставшиеся без света, до тех пор, пока они не подключатся Креднорд.